Добрый вечер! Я Игорь Басенко, я CIO в компании Cadality. И когда я выступал раньше здесь, друзья, знакомые спрашивали, а почему ты ни разу не рассказал про базу данных? То есть, в принципе, люди меня знают как специалисты по Oracle, Microsoft, Sybase. И вот один из предыдущих докладов меня немножко зацепил и решил, что вроде бы пришло то время, когда попробовать поделиться с вами какими-то своими знаниями. Поделиться я решил знаниями по СГЭСу, потому что, в отличие от других баз данных, работать на нем классно, прикольно. И если есть возможность выбирать какую-то базу данных, то я всегда выберу Postgres, а не то, что он там где-то на заднем фоне. Здесь я выступаю довольно часто. Цель, вернее, почему я это делаю, это все чисто меркантильно, я делаю это приблизительно раз в год, здесь дают классные носки, они изнашиваются примерно за год, и я прихожу за новыми. Отлично! С Postgres у нас вообще в компании такие хорошие отношения, потому что, ну, одно из главных вещей, то, что ты хочешь, когда ты разрабатываешь софт, ты хочешь его хорошо протестировать. Для того, чтобы ты его протестировать, если твой софт связан с базой данных, то тебе нужно постоянно как-то поднять базу данных и загнать в структуру данных. Поэтому, после того, как все тесты прогнаны, желательно удалить эти результаты. Легче всего это делать с помощью, в наше современное время, легче всего это делать с помощью докера. Кто знает, что такое докер? Отлично, про это так много говорили. Кто реально использует его? Зашибись. Ну, то есть, мне об этом сильно много вообще не рассказывать не буду, и у меня на самом деле нет ничего про него. Кто знает про Postgres? Реально им пользуется? Ну, вообще отлично. Те, кто либо докер не пользуется, но пользуется Postgres, или те, кто пользуется докером, но не пользуется Postgres, я думаю, все вместе вдруг кого-то зацепит, и вы сможете тоже на чате использовать. О чем я хочу рассказать? На самом деле, много достаточно интересных вещей. Я в основном хочу рассказать про свой личный опыт. Вот в разных проектах, как мы использовали как раз докер, постгрес, и что из этого получилось, на какие грабли мы наступали, и может быть, вам будет от этого польза, вы сможете работать более эффективно. То есть, мы посмотрим некоторые дыры, так называемые, в самом докере, в постгресном докере. Попробуем заупдейтить базу данных. Некоторые дыры в самой базе данных. Поизменяем дефолтные настройки. Ну, я покажу всякие разные крутые команды, прикольные конструкции. Те, кто может быть не так силен в постгресе, может быть, там что-то будет интересное. Хорошо, я выключаю презентацию, и мы переходим в терминальчик. Так, если будет не видно, то давайте тестовать. Видно? Хорошо. Что у меня есть? Значит, у меня сейчас нет ни одного докера, ни одного контейнера сейчас не бегает, я все снес, но у меня есть какие-то имиджи. Так, шрифт слишком немножко большой, но здесь видно, что есть постгресный последней версии, постгресные версии 11.2. Начнем с того, что поставим себе постгребазу данных, то есть докер run-d. Я первый раз в таком кодировал перед большой публикой, поэтому могут быть какие-то накладки, не судите меня строго. Что сейчас происходит? То есть мы запускаем докер, запускаем, прокидываем порт 54.32, чтобы он был доступен наружу, имя даем покороче, пг, чтобы потом меньше печатать и, скажем, поставим имидж 11.2. Все, постгрес у нас бегает, все шикарно, давайте это проверим. Проверим таким образом, что запустим команду psql и проконнектимся к этому имиджу, называется pg, пользователям постгрес и проконнектимся в базу данных тоже постгрес. Вот он у нас запустился и сделаем версию. И мы видим, что у нас работает постгрес.кул сервер в версии 11.2. cls в psql и хороший вопрос. Тогда следующая команда будет все равно. Ну хорошо, я понимаю. Так. Так, сейчас. Ну, лучше? Вот постоянно реклама будет на заднем фоне. Окей. Чего сделаем? Сделаем. Давайте я пытаюсь показать как бы первую другую. То есть мы создали докер. У нас все замечательно, все бегает. Я создам себе юсера, допустим игр, допустим, с каким-то а-ля любимым паролем test123. Это неправда. И теперь я пойду свой любимый, как его назвать, средство разработки, написание SQL. Я пользуюсь дебивером. Разные люди пользуются разными вещами. И попытаюсь проконнектиться к этой базе данных. Откроем коннекшн. Как вы видите, он коннектится на localhost port 5432. База данных постгрес. Это единственная база данных, которая в дефолтовом менеджере. Некий пользователь постгрес. Давайте его заменим. с Игорем на тест 123. Я делаю коннекшн. Блин, все зашибательно. Но давайте немножко поэкспериментируем. Я нажимаю просто каких-то любых буковок. И попробую проконнектиться снова. Однако тоже работает. Давайте я попробую. Ну ладно, в общем, не принципиально. Дефолтная конфигурация постгрес имиджа не содержит проверки паролей. Это усложняет. Если мы посмотрим, как это выглядит в базе данных. В постгресе есть такой замечательный файлик с названием pg.hba.conf. В нем хранятся те настройки, где описывается доступ, кто к чему имеет доступ. И если вы посмотрите на него, если вы поставите докер с нуля, то, значит, что здесь написано? Те, кто сюда никогда не ходил, а нормальные люди сюда никогда не ходят, здесь написано, что с локальной машины могут все. С этого хоста, когда у тебя хост, локальная сетка 127.00, то есть опять с локальной машины могут все. С этого конкретного хоста, с ее подсетки могут все. И потом репликация, это неинтересно. И вот интересна последняя строчка. хост, ол, бла-бла-бла, траст. То есть не важно, с какого хоста ты придешь, не важно, чего ты ведешь, у тебя будут доверительные отношения. В общем, ситуация приблизительно так и была. Мы выходили в лайв, тестовая среда шикарно работала, поставили очень длинный пароль для продакшена, и я его начал тестировать, то есть не я делал этот пароль, спросил, какой там был, и случайно вбил пароль из теста. И это прошло. Немножко напрягло, но на самом деле не все так сложно. То есть что нужно сделать? Я, например, сделал локальную копию этого файла kpg.hba, и все, что я здесь сделал, самое простенькое изменение, просто поставил паспорт. В докерских имиджах достаточно плохо со всякими командами, ни V, ни Vima, ничего нету, поэтому мы просто снаружи скопируем этот файлик туда. Так, давайте его... Вот командочкой, обыкновенной командочкой cp, заменим этот файлик и сделаем docker restart.g. Все зарестартилось, перейдем сюда обратно, попробуем вот этой абракадаброй, проверяет. Попробуем, если я правильно помню свой стандартный пароль, test123, работает. Ну, уже хорошо. Слушай, давай сейчас это самое не будем, у меня куча всяких фишек. Хорошо, как чинить? Как бы вот классическая конфигурация, потому что копировать, залазить в этот самый докер, копировать, изменять вот этот самый pg, hba, ну не всегда прикольно. Естественно помогает google, и google говорит, что, давайте снесем для начала вот эту инсталляцию. Google говорит, пользуйтесь паролем. То есть, если вы зададите просто такой ключик. Пароль постгресса я не показал, но если бы мы попробовали вот сейчас, когда instance работал, вогнуться постгрессом, мы бы не вогнулись, потому что у постгресса нету дефолтного пароля, вот в том случае, если он не задан. И вогнуться постгрессом снаружи было бы невозможно. Сделав таким образом, мы создали новый имидж, теперь Игоря здесь нету, не пройдет ни при каких условиях, поставим постгресс, поставим постгресс, который мы только что задали, и теперь у нас все хорошо. Вот такая вот маленькая вещь, поставить один ключик, и у вас security станет значительно лучше, если вы предполагаете пользоваться какими-нибудь паролями. Хорошо, что дальше? Дальше я не случайно поставил как бы предыдущую версию постгресса 11.2, я как некий фрик баз данных, мне всегда нравится, чтобы база данных была достаточно последней версии, ну или даже если у меня какая-то версия стоит конкретная, мне нравится, чтобы может быть поставить на нее какой-то апдейт, всякие security апдейты приходят, просто чинятся какие-то фичеры. Когда база данных, не знаю, как вы, но у нас, например, и в девелопмент среде тоже все бегает на докерах, и там тестеры иногда работают, они создают набор данных, и вы бы знали, как они ругаются, когда ты сносишь этот докер с заготовленными данными, где он сделал все датасеты, чтобы на следующий день, потому что есть какие-то более длинные процессы, что-то где-то проверить. Это довольно неприятно. И вот в этой ситуации хочется обновлять версии, но не хочется удалять данные. Как это делать? Делать это нужно на самом деле так, как может быть большинство из вас в других системах, даже с обыкновенными ядовскими аппликейшнами, может вы мяппите конфы, например, волумами на внешний диск. Тоже самая ситуация и здесь. Давайте посмотрим, у меня есть папочка data, она пустая, в ней ничего нет, и что мы теперь сделаем? Мы снесем опять докер, если я уже его не снес. И мы поставим его по новой, но уже замяпив волум. Так, что у нас тут видно? Ко всем предыдущим командам добавилось минус в, где мой локальный диск usersigr devclubdata я маплю на то место, где находится база данных Postgres, var, lib, Postgres, SQL, data. Что происходит в результате этого? В результате этого в папочке data появляется по сути вся главная структура вот этого Postgres. Здесь находятся все ключевые файлы конфигурационные, здесь находятся все необходимые файлы данных. То есть это опять же дает еще одну дополнительную возможность, если вы работаете на каких-нибудь виртуальных серверах, бэкапить содержимое, используя какие-то нормальные классические файлы системы. Идишники юзеров у тебя случайно совпадают? И по идее Postgres внутри контейнера под каким-то одним юзером запустился. А у тебя папочка на хосте? Не изучал, если честно. Но вот если продолжить вот эту тему и, например, посмотреть то же самое ПГХБА, то ПГХБА тоже теперь здесь имеется и при инсталляции вместе с паролем он сам меняет этот ключик и, как видите, он ставит MD5. В чем разница MD5 и пасворд? Пасворд, он на самом деле хранит в базе данных плейн текстом, MD5 он хеширует. Точно так же, как вы обычно это делаете. То есть лучше MD5, чем пасворд, если чуть-чуть безопаснее хотите. В конечном итоге безопасность это все-таки целый комплекс. Если я администратор этой системы и если у меня есть доступ к базе данных, то вы видите, я лагаюсь поисковым в эту систему без всякого пароля. То есть я не описал ничего другие, то как с локального хоста, кто должен заходить. То есть если это не описано, то это только за пределами этой машины действует, действуют все эти ограничения. Так, давайте мы на всякий случай посмотрим какая же у нас еще раз версия, что мы поставили. по-прежнему 11.2. И давайте создадим какую-нибудь табличку с какими данными. Я просто создаю какую-то табличку CrayTableA с BigSerial полем, который будет инкрементировать секвенцию, и какое-то поле текст, и ввожу в нее два значения A и B. Выглядит это как-то так. Что за таблица была A? Два поля, два значения. Теперь пришел человек, главный технический директор, сказал, какого черта у вас не последняя версия, если в 11.3 уже подправили все буги, все секьюрно и так далее, давайте апгрейтись. Хорошо, давайте апгрейтиться. И первая нелогичная мысль для апгрейта, давайте все нахер снесем. rem-fe pg и давайте посмотрим, убедимся, что я вас не обманываю, но нет ни одного контейнера. То есть мы взяли весь наш имидж совсем и просто эту самую помойку. Но вместо этого имиджа мы теперь возьмем тот самый, который хотел наш главный технический директор. Мы возьмем latest, теперь не 1.2, а не важно какой он, latest сейчас есть, и запустим. Все, мы его подняли, и давайте сразу же попробуем к нему проконнектиться по SQL. Обст, получаем ошибочку, кто не видит, там внизу написано fatal the database system startup. Все время работало, теперь не работает. Почему? Потому что мы замапили на тот же Walloon всю ту же самую систему и база данных сама обнаружила, что там есть структура данных более старой версии и она начала автоматическую миграцию перевода всех этих системных объектов данных на 1.3. Если бы я еще через секунду попробовал, все работало, уже бы работало, но естественно будет работать сейчас. И когда мы проверим select version, мы имеем уже версию 11.3, самый поздняк, все что наш технический директор любит. Да, давайте данные, конечно же, проверим. Ну и данные тоже на месте. То есть все хорошо, можем работать дальше, все счастливы. Мажорные версии вы тоже так апдейтите? А это не было целью доклада. Ну, на самом деле, мажорные версии тоже можно апдейтить, но для этого есть утилитки какие-то даже специальные. Мажорные вещи не задуманы. И в продакшене вы база данных в контейнере? Вот это отдельная большая тематика. Да, у нас есть некоторая база данных, которые в контейнере. Например, там, где хранятся логи какие-то, посылки, e-mail, еще какой-то непонятной фигни, которых потерять 100% не жалко. А вот где там юзеров и все остальное можно в контейнере? Юзеров, но это же обыкновенное приложение. В этом смысле обыкновенное веб-приложение. То есть у тебя есть какой-то application user с каким-то паролем и так далее. То есть он один. Восстановить его не так сложно. Это интересная тематика. Я думаю, можно поспорить, стоит или нужно запускать базу данных в докере. Базы данных в докере, на самом деле, в продакшене работают хорошо. А как контейнер не упал? Там есть вещи. Там есть вещи, как нужно настраивать для того, чтобы он не падал. Мы можем подискутировать. Это одна большая тема для вообще абсолютной дискуссии. Я готов какой-нибудь батл строить на эту тему. Хорошо. Я хочу показать следующую маленькую дыру, которая не является дырой. Она является фичей Postgres SQL. Но если не знать эту фичу, то вы можете попасть на некоторые неприятности. Давайте создадим теперь уже в новой базе данных пользователя. Посмотрим, что у нас здесь за юсеры. Здесь только Postgres, поскольку мы несколько раз сносили. Игоря уже нет. Давайте создадим еще какую-то базу данных. DB1 Owner Игорь. Так. И создадим вторую базу данных. DB2 с Owner Postgres. Так. Теперь проконнектимся в эту базу данных DB2. И создадим какую-нибудь табличку. Create Table T. с каким-нибудь Call 1 Int. Отлично. То есть, что мы имеем? Мы имеем пользователя Игоря. У него есть база данных DB1, которой он владеет. есть другая база данных, которой владеет Postgres, которым является большим администратором. И которой Игорь вроде бы не должен иметь никакого отношения. Давайте посмотрим, имеет ли Игорь какое-нибудь отношение к этой базе данных. Мы пойдем опять сюда. Мы поставим сюда DB2. Упс, не сюда. Сюда. Сюда поставим Игорь. Test 1, 2, 3. Окей. Мы прекрасно проконнектились. Посмотрим схему. Public. Tables. Оба-на. Этого ли мы ожидали? Ожидали ли мы, что какие-то юсеры, которые довольно произвольные, которые имеются в нашем сервере, могут зайти в любую базу данных и увидеть структуру таблиц и структуру объектов, которые имеются в этой базе данных. Единственное, чем я вас могу порадовать, что если кликнуть на таблицу и попытаться посмотреть данные, то данные не увидишь. Но знание структур таблиц, знание, что там находится, каких-то объектов может иногда навести на очень хорошее размышления и помочь, назовем их местным хакером, что-нибудь сделать веселое. На самом деле, это кажется как будто дыра, но это поведение Postgres. У Postgres специальная схема public, которая от слова public задумана для публичного использования, чтобы все имели туда какой-то доступ. То есть, если вы пользуетесь Postgres, не создавайте никогда таблички create table t, create table a, сделайте схемку и положите эту табличку в эту схемку. Тогда никто ее уже ни при каком условии не увидит. А если вы нормальный это самое, DBA, то вы сделаете приблизительно так, как делаю я и запущу две команды. Одна команда revoke all privileges от паблика из базы данных DB2, то есть я удаляю все привилегии к чертям собачьим. Вторая команда, удалив привилегии, мы не изменяем поведение схемы public. Если мы создадим новую табличку в эту схему, то пользователь снова будет видеть. То есть мы вроде бы починили, все хорошо, больше нет доступа, но потом пришло обновление, пришло еще три новых таблицы и они снова будут видны. Вот для того, чтобы они не были видны, нужно запустить еще вторую команду. То есть поменять дефолтную схему поведения, то есть удалить возможность какого-либо доступа оттуда. Тогда все будет хорошо, скорее всего. Давайте проверим. Я задисконнектчусь отсюда, я попытаюсь снова проконнектиться. И на этот раз те, кто видит, user does not have connect privileges. Вот так вроде уже как-то получше будет. Тоже такая фишка, которую желательно знать и которую вот случайно не прочитаешь. То есть нужно разбираться, что и как. Хорошо, пойдем дальше. Кто знает, ну я тут вижу Postgres Guru, где Postgres Guru ничего не говорят, а где хранятся конфигурационные параметры Postgres? Конфиг файлы. Конфиг файлы. Конфиг файлы, так, так, так. Отлично. Давайте смотреть. Конфиг файлы есть. И скорее всего это PostgresQL.conf. В нем довольно много всяких параметров. Например, количество максимальных коннекшенов. Например, память. Где у нас память? Вот у нас память. И память Shards Buffer 128 мегабайт. Я не знаю, кто выставляет и почему выставляются дефолтные параметры в Postgres таким образом. Видимо, чтобы они могли, чтобы эта база могла запуститься на самом маленьком возможном девайсе. Содержательно это означает, что это оптимальная настройка для компьютера с размером свободной памяти порядка 512 мегабайта. Ну, я подозреваю, что ваш сервер скорее всего работает на 4, на 8, а может быть и на больших гигабайт памяти. И если он будет вдруг тормозить, то скорее всего виноваты будете вы, потому что вы просто не посмотрели дефолтные параметры. Давайте я немножко про эти системные параметры расскажу и как их готовить, то что называется. Окей, пойдем снова в Postgres. Во-первых, здесь вы можете прекрасно посмотреть любое из значений с помощью специальной команды Show. Я взял какое-то произвольное значение, произвольный параметр, можно ли делать джойны между разными партицистами. По дефолту здесь говорится параметр off. Вот не важно, что это за параметр, я объясню, почему я именно его выбрал. Давайте просто изменим. Изменяется он, на самом деле, двумя образами. Вы можете пойти как джевист, как неважно кто другой, пойти в этот конфигурационный файлик .conf, раскомментить его, если эта строчка была закомменчена, поменять значение, рестартнуть это самое сервер, и все будет шикарно работать. Но я рекомендую вам все-таки сделать это с помощью SQL и заальтерить это значение. Длинную штуку писать не буду, я скопирую. Значение изменено, но если мы на него посмотрим, оно по-прежнему off. Почему? Потому что изменение параметра, как все нам недавно рассказывали про кэш и так далее, оно в кэше и оно перечитывается при каких-то значениях. Для того, чтобы оно перечиталось, мы должны сделать reload.conf. Reload.conf прошел, и теперь наше значение уже включено. То есть теперь join будут работать по-другому. Все шикарно. Максимальные connections. Давайте их тоже поменяем. То есть max connections. Мы знаем, что у нас будет очень много connections. У нас много памяти, поэтому мы наши 100 connections поменяем на 200, например. Естественно, нужно перегрузить, я вас научил уже. И все равно 100. Что-то не то. Почему? Потому что в Postgres есть параметры двух типов. Параметры, которые можно reload on the fly, и параметры, которые требуют рестарта сервера. Вот, например, такой командочкой можно посмотреть, что это за параметры. И если такие есть, то админ или еще кто-то знает, что надо найти окошко и рестартнуть серверок. Почему именно так лучше делать, например, вот здесь, через alter system, а не напрямую в Postgres.conf? Ну, во-первых, по крайней мере, деба точно удобнее написать какой-то кусочек SQL. А что более важно, то... Так, давайте я прочищу это. То у Postgres есть еще второй файлик, кроме conf. Он называется, не поверите, Postgres Auto Conf. И в этом файлике... Я тебе побольше сделаю. В этом файлике хранятся те значения, которые вы поменяли. То есть, если вы поменяете его в Postgres.conf, то найти, что именно вы там поменяли, будет достаточно сложно. А здесь обзор всего, что вы поменяли. Если вы накосячили, вы знаете, что нужно будет за рульвякить назад. Как я уже сказал, дефолтные параметры, ну, так себе. Например, для того, чтобы почитать вообще, как настроить систему. Одно из лучших мест TuningU Postgres SQL Server. Я достаточно долго именно так читал, вчитывался, находил наилучшие параметры для конкретной инсталляции. Но один раз я наткнулся на... Ой-ой-ой, у меня интернета, наверное, сейчас нету, да? Я наткнулся на такую вещь, как PG-конфигуратор CyberTechEd. И здесь можно выбрать версию PG-шечки. Можно выбрать разные параметры. Ну, например, классический клиент бегает на 8 гигабайтах. Допустим, на 4-х CPU. Да, самое ключевое. Один из самых больших эффектов – это тип диска. То есть, на чем он бегает? На HDD или на SSD? Обычно дефолтные параметры стоят HDD. И если у вас SSD-шечка, то система вообще может не перформить. А здесь вы можете выбрать SSD. И вот тут сразу какое-то значение поменялось. То есть, стало 200, а, например, до этого было 2. Такие вот ключевые вещи. Мы в своей дефолтной инсталляции тоже меняем вот такое количество, набор различных параметров. Мы предполагаем, что в худшем случае клиент бегает на 4 гигабайтах рамы, и у него есть там 4 коры, на которых бегать. И, соответственно, для девелоперов здесь подсказка. Окей. Если 4 гигабайта – 1024 мегабайта. И это где-то 1 четвертая от памяти. Если будет 8 гигабайтов, то у нас умеют на 4 делить. Получится, будет 2048. И вот так по всем параметрам. Ну, я могу, на самом деле, сделать, скопировать отсюда. Запустить все это хозяйство. Посмотрим опять в этот ваутоконфиг. И видны все те изменения, которые мы сделали. Это, на самом деле, прикольно. Пока мне так кажется, что я точно знаю, что мы поменяли. Поменяли мы вообще, не поменяли и так далее. Лучше отсюда удалять или из SQL? Лучше… Если ты уже SQL делаешь, то лучше SQL. Монаулы говорят «не трогай руками auto-conf». Это достаточно просто. То есть ты говоришь alter-system, название переменной и, по-моему, reset там в конце. И он скинет ее на начальные установки. Мы с вами разобрались со всякими переменными. И после того, как вы это переварите, у вас начнут появляться мысли. А может быть еще что-то можно с этим сделать? По крайней мере, у меня так появилась эта мысль. А может быть еще что-то? Системные переменные. Куча переменных. Мне нужно еще какую-то переменную. Вот у меня есть прот, вот у меня есть тест. Дев там какой-то. Блин, а может быть мне нужно вот еще переменную, которая скажет, что это за среда, чтобы делать еще какую-то магию потом. Давайте попробуем. Альтер-систем. Там env. To. Прот. Да. И ту, и равно, по-моему, одинаково работает. Нельзя. Почему нельзя? Читаем мануалы. Оказывается, все переменные, ну, неразрешенные переменные первого уровня. Потому что Postgres может потом их начать использовать вдруг. И они могут вдруг случайно пересечь все. То есть, нужен какой-то namespace. Ну хорошо, давайте это самое. Давайте добавим какой-нибудь namespace. И с namespace тоже нифига не работает. А вот тут уже много молчат. У меня пошел год. Прежде чем я абсолютно, то есть, я уже забил эту фишку, это самое. Прежде чем я абсолютно случайно наткнулся на то, что можно сделать просто, как бы выставить одно значение. Так, как оно было? Допустим, set, кажется так было. Core env. To. To. Относим. Что делает? В чем разница alter системы и set? Set выставляет это значение в сессию. То есть, в течение этой сессии моего connection, который у меня работает, это значение мне доступно. Если я сейчас сделаю show.core.env, то, насколько я помню, он должен мне показать. Да, он мне его прекрасно показывает. Но что самое интересное, для чего я не допустим, что если теперь сделать set в эту переменную, то она пройдет. И она запомнит это и здесь в том числе. Если вы будете делать всевозможные рестарты и так далее, эта переменная будет. И вы можете использовать еще всякие свои дополнительные переменные, которые могут быть в базе данных и делать магию. И одну из таких магий мы, например, используем в Liquibase. Кто пользуется Liquibase? Ну, поменьше, чем всякими продакшнами и так далее. Тогда я просто скажу, в Liquibase есть такой синтакс, например, preconditional check, то есть можно запустить какую-то командочку и в данном случае мы спрашиваем как раз вот этот core-env, который я только что ввел. И если expected будет в моем случае dev, то тогда запустится весь этот скрипт. А в скрипте, где там видно это самое, это TestData. Загоняются какие-то тестовые данные для того, чтобы когда я создаю эту базу с докера с нуля и с нуля и снова и снова, чтобы у девелопера сразу были эти данные, чтобы можно было сразу к какому-нибудь своему компоненту добраться и начать девелопить. И при этом я не хочу, чтобы это было в продакшене. Ну, что логично. Если будет значение не dev, а какой-то prod, то тогда Liquibase mark-crum отметит, что этот SQL файл типа прогнан и все, больше и больше не будет его никогда трогать. Шикарная возможность. Мы этим активно пользуемся. В TestContainer мы делаем так, что у нас специальный свой имидж докеровский, где уже, как вы видели, где имеются какие-то такие установки. Я покажу еще кое-какие-то вещи, в которых тестовый контейнер у нас по дефолту ставится, переставляется в тест дополнительным ключиком. В dev, извиняюсь. Окей. Что у нас там дальше по плану? Это прошли, это прошли. По терминалам я, пожалуй, закончил. Давайте теперь вот эти самые всякие хорошие SQL-ки посмотрим. Одна из этих SQL-ок была, в принципе, навеяна одним из предыдущих докладов. Так, давайте connection поменяем на того пользователя, что у нас есть. Много-много постгрессов. Откроем. Editor. И одна из систем, которая здесь не была, была недавно всевозможная температура таблицы и оптимизация в связи с тем, с перекидыванием данных из одного в другого. В восьмом, ой, в восьмом, в одиннадцатом постгрессе наконец-то добавили отлично работающий протитишенинг. Так, вам виден текст? Виден, да? Что здесь происходит? Создается обыкновенная таблица. Таблица slot id, которая опять sequence, с некоторым статусом. И еще маленький кусочек синтаксиса протитишен by статус. Еще мы создаем две протитиции для этой таблицы. То есть это как бы материнская таблица, назовем ее, которой мы создаем два протитишенинга. Один для значения free и второй для всего остального мусора. создали. Как это выглядит? Это выглядит таким образом, что у нас в табличках имеется некий слот с той структурой, которую мы ему здесь задали. И имеются еще некие протитиции слот busy и слот free с точно такой же структурой. Давайте немножко поводим туда данные. Во-первых, сделаем такой insert. Мне, кстати, нравятся постгрессовские insert, что не нужно пять строчек писать. Ну, в данном случае четыре. А можно одну и просто перечислить все эти значения. Что мы увидим в слоте? Кто может предположить? Четыре. А во free? Да, во free здесь два. Ну и в busy несложно догадаться, что тоже две. Хорошо. Давайте еще раз на секунду. Первую посмотрим. У нее айдишка id и проапдейтим ее. Мы проапдейтили айдишку, поменяли статус. И что мы увидим? Мы увидим, что эта строчка исчезла из этого слота. То есть, если вы делаете, например, какую-то систему продажи билетов, нахождение номерков и так далее, и так далее, когда вы заинтересованы в том, что все время вам в 99% случаев нужно искать из активных номерков. И когда он заиспользован, вы ему ставите какой-то статус. Можете точно так же для удаления все делать и так далее. Вы ставите ему статус, что busy, deleted, все что угодно, и система автоматически его смигрирует в другой и в начале, когда вы запустите систему, будет распределение 10% свободных, 90% занятых, постепенно будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И вот в этих будет, например, 1% свободных и 99% занятых. То есть эффект, вы все время будете делать запрос на одном количестве данных более-менее, там на тысячи строчках, на десяти тысячах, но вы сможете его заоптимизировать. Вот эти 10 тысяч строчек, он всегда будет с одной перфонанс. Она никогда не просядет, потому что вы все это старое дерьмо сливаете в ящичек специальный. И для этого особо ничего делать не нужно. А что еще Postgres классно делает? То есть вы даже код не обязаны писать, вы не обязаны писать в коде select from slot free. Вы можете просто написать это select from slot where status free. И что он сделает? Он сам поймет, что здесь party-titioning и сделает этот запрос только из таблички slot free. Огонь, да? Что? Индексы между партициями работают, если в предыдущих версиях нужно было делать какую-то магию, то теперь, когда делаешь на основную таблицу index, на основную таблицу foreign-ключ, то он пропагируется вниз. Ну вот с primary ключом там маленькая магия, с этим нужно немножко работать. Окей, но в принципе, допустим, у вас уже система работает и вы не можете поменять party-titioning. В Postgres есть еще замечательная альтернативная возможность – partial index. Что это означает? Создадим какую-то опять же табличку, очень похожую, просто назовем ее slot 2, без всякого party-titioning. У PG-шечки есть отличная функция Generate Series, которая просто нам создает последовательность строчек. В моем случае я спрашиваю от 1 до 10 тысяч. И я делаю так распределение, что каждый десятый, то есть по модулю от 10, каждая десятая free и 9 штук busy. Загоним 10 тысяч строчек. В PG-шечке это обычно вот так, незаметно. Проверим, что я не вру. И спросим, как это работает. Обыкновенная таблица, обыкновенный запрос, естественно, full scan. Full scan по всему, никакого индекса, ничего нет. Если сделать индекс, вот кто особенно 40 вам работал, знают, что там есть bitmap-индексы для таких столбцов, которые типа статус, где очень мало значений. Вот эта дистрибуция очень маленькая. То в общем и целом такие индексы работают довольно плохо. И зачем вообще индексировать, скажем, вот этой ситуации, вот те самые busy, которые может быть 99% и которые вам не нужны. Мне нужны только те, которые мне нужны. Поэтому в PG можно просто сказать, при создании индекса еще указать where условиям, на какие данные ты хочешь. Мне нужен он только на свободные. И если я буду это самое делать запрос на busy, мне будет сделан full scan. Если я сделаю запрос на слот, то он пойдет вот как раз через этот bitmap-индекс. И сделает это достаточно эффективно. То есть мы на работе на самом деле с одним товарищем спорим, что лучше. Вот этот самый индекс в данном случае, либо party-тишенинг. Я как представитель старой школы предпочитаю party-тишенинг, а мои молодые коллеги предпочитают... Окей. Это у нас были partial-индексы. Пойдем дальше. Дальше. Есть у нас тут программисты ООП? Кто любит, знает? Кто знает, жалко. Там на заднем ряду две руки. Окей. Вот для любителей ООП в Postgres есть наследование. Что это такое? Мы опять же создадим какую-то таблицу, очень похожую на предыдущую. Это таблица визиты. Всевозможные визиты, которые могут быть, например, к доктору. Не важно. У меня три столбца. Что мне еще нравится в Postgres, у него можно поля называть так, как ты хочешь. Type-type, Date-date. У них нет такого, что это зарезервированное слово, ты не можешь его в столбце использовать. Хорошо. Мы создали эту табличку. Затем есть отличная такая конструкция, как создай таблицу, как еще что-то. Вместе со всеми, including all, со всеми прибамбасами. То есть если там и индексы, и primary ключи, и foreign ключи, они тоже создадутся. Давайте это сделаем. И мы можем даже сразу посмотреть на все это дело. Так. Вот он визит. Вот он визитамп. Визитамп. Давайте вот constraint, например, тоже primary key. Точно такой же сразу создался. Но это просто сейчас две таблицы, которые между собой никак не связаны. Они просто одинаковые структуры, потому что мы вторую создали like. То есть как вот это первое. Теперь добавив два волшебных constraint, мы говорим, что в нашей новой таблице визитамп у нас будут только амбулаторные визиты, то есть их тип будет амп. Это нужно обязательно как бы по правилам поставить. Это означает, что на самом деле сейчас это еще означает только то, что в табличку visitamp нельзя ввести значение другое, как стат, стационарное, еще какой-то. А сделать наследование можно сделать еще одной командочкой, вот такой прямой. Наследовать из визита. Почему наследование может быть интереснее кому-то будет, чем partytitioning? Потому что в случае наследования, вот как у вас классический вариант point, то есть точка, квадрат, квадрат состоит из двух точек и тому подобное. Это когда-то давно в школе было, да? То наследованием таблицу ее можно расширять так, как вы хотите. Вот я добавлю там, например, плату туда. И давайте подобавляем теперь какие-то данные. В табличку visit мы добавим две записи типа amp и типа stats, стационар. И в табличку visitamp мы добавим, поскольку у меня там все дефолты, мне достаточно просто сказать phi и надо тоже добавиться. Давайте угадывать, что у нас в визите. Три. То есть наследование работает таким образом. Ну, естественно, там визит и две первые строчки имеются. Вот они, соответственно, под номерками 1 и 2. Наследование дает нам то, что с наследованием объекта эти данные видны, находятся в зоне видимости вот этого нашего главного объекта. То есть вот такая как бы немножко ломающая мозг конструкция, что в табличку visit можно и напрямую добавить, а можно добавить в наследованный объект, и он тоже будет виден, тоже будет доступен. Кто угадает, что будет в табличке visitamp? Одна и две были варианты. Правильный ответ на самом деле одна. Но почему? То есть, в общем-то, для чего мы все эти constraint там писали и тому подобное? Когда-то, на самом деле не так давно, еще, по-моему, в девятой версии, нормального partitation в Postgres не было. И тогда была единственная возможность использовать эти наследования. и приходилось писать еще специальный триггер, который в случае, когда ты в основную таблицу вводишь, переносит эти данные в правильную, назовем это, псевдопротетицию. Ну, псевдопротетицию, да? Наследование. Сейчас мы этого триггера не сделали, поэтому она там и осталась. То есть, по идее, по уму, нужно было бы еще такой триггер написать. Но мы сейчас этого делать не будем. Ну, вот такая вот сложная вещь, как будто, как всегда, ООП. В ООП какая-то фигня, да? Если мы посмотрим статистику, то cost, когда мы просто делаем select из визита, у нас максимально может быть там 19 поинтов. Если мы сделаем этот cost из визита с типом amp, то тут мы увидим, может быть, немножко неожиданно, но увидим, что cost по какой-то вот для меня не совсем понятной причиной из таблички визита чуть-чуть больше. И точно так же, поскольку вторая таблица во вторую таблицу тоже можно напрямую добавить, то она сканируется тоже. То есть, эта ситуация нужна, когда у вас, может быть, два разных объекта, в моем случае амбулаторный визит, стационарный визит, у них куча всяких дополнительных полей, но костяк у них тот же самый. Если нужно делать какие-то общие списки, а-ля из таблицы визит, то тогда вот это очень-очень удобная модель. Я начинаю закругляться и, возможно, успею рассказать еще две маленькие вещи. Первое. Мне дико нравится один constraint, который называется exclude constraint, который позволяет проверять пересечение. То, что в Oracle зачастую невозможно, когда нужно... Допустим, у нас ситуация. Ценник. Какой-то ценник. У нас артикль с даты... Ну, с 1 января по 31 января он, по идее, должен действовать, например, одна цена. С 1 февраля по какую-то следующую дату должна действовать другая цена. Но вот эти контроли, которые мы делаем, они обычно всегда на уровне бизнес-логики приложения, потому что сделать какой-то чек в Microsoft SQL или в Oracle практически невозможно. Если начать в Oracle писать триггеры, там начнутся какие-то mutual errors, еще всякие страшные вещи. Это все сложно делается. Здесь, в постгрышечке, можно сделать комбинацию exclude. Сказать, что с этим кодом те, у кого этот код равняется, даты... Ну, я использую здесь date-range, еще одна замечательная возможность в постгрейсе, но можно и просто две даты. Даты не должны пересекаться. То есть это вот такая... Мне показали время, я не буду про экстеншены показывать. Я создаю эту табличку, я создаю первую строчку. Кто помнит обыкновенную алгебру, то открывающаяся квадратная скобочка означает, что значение включено, закрывающая обыкновенная скобочка означает, что значение не включено. То есть это у меня по девятое число, получается, или до десятого. Если я пытаюсь добавить вторую строчку, то я получаю ошибочку о том, что этот constraint сработал и что-то не так. То есть на уровне базы данных я могу нормально все проверить, что данные валидные, не напрягаясь. И неважно, как джависты накосячат, у меня все равно данные будут правильные. Я поправил данные и, естественно, у меня все прошло теперь. Последний трик, который я хочу вам показать. Я его называю по старой памяти 40 immutable functions. Это какая-то функция, чтобы никакой сложности не создавать, она делает элементарную вещь. Она получает begin, добавляет десяточку, просто чтобы она как-то отличалась от чего-то, чтобы она что-то делала. И конвертирует ее в текст. Так, давайте ее создадим. Теперь я анализирую исполнение этой команды. Я запускаю серию из 100 тысяч экземпляров и беру модуль от 4. То есть формально в эту функцию могут прийти значения от 0 до 3. По остатку от 4. Давайте ее запостим. То есть она выполнится сейчас 100 тысяч раз. И здесь он насчитал нам cost 17000 миллисекунд содержательно. Запомним эту цифру 17000 миллисекунд. 1700. Что я сделаю? Если вы знаете, что ваша функция с одинаковыми входными параметрами всегда будет выдавать один и тот же результат, то вы можете ей помочь сказать. Вы можете добавить ключевое слово stable, которое скажет начни кэшировать эти результаты. То есть если в течение одной сессии произойдет вызов функции с теми же самыми параметрами, то она не будет делать вот эти вычисления, а сразу вернет результаты с кэша. F2. Ну, на самом деле, как вы видите, здесь очень простая функция. В тестах у меня на самом деле немножко лучше результаты были, но оно не было лучше, чем... То есть было 1700-1600. Сейчас результаты чуть-чуть меньше. Но здесь все делается в памяти, в CPU. Я еще памяти добавил этому серверу и так далее, да? А ставь и mutable вместо stable. И mutable? Да, на восьмой строчке вместо stable и mutable. На восьмой строчке вместо stable и mutable. На восьмой строчке. Ну, будет то же самое фигня. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть меньше, чем тот предыдущий. Но, поинт в том, что здесь действительно все в памяти. Если бы здесь был запрос в базу данных, он бы ходил по каком-нибудь select, что-то, плюс еще может быть курсер какой-нибудь вы захерачили, то выигрыш был бы это самое громадный. Я заканчиваю свой поучительный урок. То есть, что я вам рекомендую? Выставляйте пароли. Если вы все-таки используете базу данных, даже в дэви, даже в тесте, чтобы ваши тестеры были счастливы, байнди, волюмы, чтобы можно было заапдейтить версию, чтобы случайный рестарт чего-то, потеря докера не убил бы вашу систему. Убирайте права из паблик схемы. Используйте скорее alter, чем в конфы ходите. Дефолтные параметры отстой. Меняйте их обязательно. Получите наслаждение от работы с ПГ, как я это делаю. Ну и, собственно говоря, все. Естественно, мы вас ждем. Вы можете представить, есть ли такой доклад в состоянии сделать менеджер, CEO фирмы, то, чего умеют делать наши программисты. Вопросы? Есть вопросы? Нет вопросов? Опять ничего не понятно. Давай. Если сделать биндинг, короче, когда сдохнет, насколько похараптится данный, когда сдохнет докер? Ну, много зависит. На самом деле, больше всего зависит от того, на каком диске у вас. Насколько диск стабильный. То есть, что с электричеством. Но здесь та же самая ерунда, на самом деле, как с любой базой. Он коммитит сам на диск. Он реально коммитит вот в этот волюн, то есть, он коммитит реально туда, куда я его замапил. В моем случае, это было Users, Игорь, DevClubData. Ну, для этого... Для этого там специальные параметры, которые ты говоришь, как часто мапить, что мапить. То есть, это тоже нужно еще дополнительно настраивать. Да, но на та страничка, если кто потом видел, посмотрит или что, где был вот этот Кубертек Балл, там тоже, говорю, можно выставить параметры. Production у вас база данных? Нет? Сколько минут вы хотите, чтобы восстановить? Ну, на самом деле... Да, я потом проверил свои вычисления, то, что у них все совпадает. То есть, в следующие разы я уже сам тоже оттуда брал. Да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.